Компания HTC показала свой новый плагманский смартфон HTC U Ultra Главной фишкой которого является вспомогательный дисплей, расположенный над основным Он используется для вывода информации о погоде, уведомлениях, дате, избранных приложениях и другой полезной информации Корпус выполнен из стекла с металлической рамкой по периметру Технические характеристики также весьма интересные, а цена составит от 750 долларов США Причем предварительные заказы они собирают уже сегодня Многие наверное не в курсе, но смартфоны под брендом Nokia продолжают выпускаться И вот недавно модель Nokia 6 вышла на рынок за пределами Китая, до этого продавались только в Китае По заявлениям HMD Global, который теперь принадлежит бренд Nokia на мобильных телефонах В 2017 году нас ждет еще несколько телефонов под этой маркой В отличии от Lumie работают новые смартфоны под управлением операционной системы Android Возможно кто-то скучает по телефонам с аппаратной QWERTY клавиатурой Что ж, в таком случае вам нужно следить за новостями от BlackBerry, которая собирается выпустить в этом году Классический для себя моноблок с кнопками под управлением Android и называющиеся Mercury Официально параметры и стоимость смартфона пока не объявлены, так что ждем марта Кстати, что скажете, QWERTY клавиатура нужна сейчас в смартфонах или это уже полностью архаизм? В России стартовали продажи смартфона HTC 10 EVO Который внешне напоминает обычный HTC 10, но может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57 Правда, для этого пришлось отказаться от привычного миниджека для наушников Помимо этого, изменения также коснулись и начинки по сравнению с обычным HTC 10, на что следует обратить внимание Впрочем, характеристики остались достаточно мощными Работает он под управлением Android 7.0, а цена составляет в районе 38 тысяч рублей А у нас на сайте всегда можно почитать текстовые статьи, обзоры ноутбоков и посмотреть на их тесты Дальше Батарейка Батарейку никто не открутил Почему-то Потому что я забыл ее открутить Ну и как мы могли убедиться Видеокарты GTX 10, 50 Ti и процессор Core i7 7-го поколения Показывают результат, а я не скажу какой результат, я скажу какой результат, только когда сам обзор выйдет Вот Вот